Привет, друзья! Я думаю многие из вас видели локомотив с одной горящей фарой. И скорее всего вы подумали, что в негорящей фаре просто сгорела лампочка и машинист или его помощник просто не успели ее заменить. Но это не так. То, что люди не связанные с железной дорогой называют фарами, у локомотива на самом деле называется буферными фонарями. И служат они не для освещения дороги, как у автомобилей. Для освещения пути на локомотивах предусмотрен прожектор, который расположен в верхней части кабины. Буферные фонари находятся на буферном брусе локомотива и предназначены они для подачи специальных сигналов. Поэтому они и классифицируются как светосигнальные приборы. На большинстве локомотивов установлены 8 буферных фонарей. Они размещены группами по 2 фонаря с каждой стороны кабины. Один белый и один красный. Буферные фонари служат для световой сигнализации, окружающим службам, локомотивным бригадам встречных поездов и другим работникам железной дороги. Они обозначают характер движения поезда маневровым или поездным порядком. На железной дороге есть понятие правильный путь, правый по ходу движения поезда и неправильный путь, левый. Это понятие работает, когда линия минимум двухпутная. При движении поезда ночью по правильному пути должны быть включены по 2 белых фонаря на каждой кабине. При движении поезда по левому неправильному пути слева по направлению движения поезда зажигается красный фонарь, а справа белый. Когда локомотив двигается по деповским или стационным путям, выполняет маневры. Включается один белый фонарь с правой стороны по ходу движения локомотива, то есть со стороны машиниста. Последний вагон пассажирского или почтово-багажного поезда обозначается тремя красными огнями. Два со стороны машиниста, один со стороны помощника. Хвост грузового или грузопассажирского поезда обозначается красным светоотражающим диском с правой стороны у буферного бруса. На первых моделях паровозов фонари были ничем иным, как обычными лампами-керосинками. Позже их заменили лампы накаливания. А чтобы добиться свечения красным цветом, машинист вручную в специально сделанное для этого крепление устанавливал стекло красного цвета. Практически во всех устаревших локомотивах также не было отдельных красных буферных фонарей. На одних моделях локомотивов машинист устанавливал красный светофильтр, а на других моделях в один фонарь были установлены по две лампочки. Одна белого цвета, а вторая красного. И при необходимости машинист менял цвет буферного фонаря.